Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу с вами поделиться опытом борьбы со слизнями без применения химии. Слизни и улитки причиняют порой огромный урон урожаю, уничтожают вегетативные части растений, листья и стебли. Борьбу с данными вредителями нужно в обязательном порядке проводить. Можно использовать различные народные методы борьбы, а также химические препараты. Однако народные методы борьбы не всегда срабатывают, а химию не всегда хочется применять у себя на огороде. И я хочу поделиться с вами несколькими действенными методами борьбы. Первый способ – это мульчирование грядок крапивой. Крапива в достатке растет в лесу, около речки и на пустырях. Ее можно заготавливать в неограниченных количествах. Крапивой я мульчирую грядки с капустой. Застилаю слой мульчи – примерно 10-15 см. Слизни и улитки ранят о крапиву свою брюшко и уползают с грядок. А еще им не нравится запах крапивы. Кроме того, мульча из крапивы отлично защищает грядки от сорняков и сохраняет влагу в почве. Крапива также служит и хорошей подкормкой, ведь в листьях крапивы содержится огромное количество витаминов и микроэлементов. В листьях крапивы может содержаться до 50% азота, до 37% калия, до 34% кальция, а также различные другие микроэлементы, полезные и нужные для растений. Обязательно попробуйте такой способ борьбы и вы увидите, что слизней не будет. Второй способ – это использование битых ракушек. Многие используют для борьбы со слизнями битую яичную скорлупу. Однако скорлупы негде набраться в больших количествах, а ракушек полно на речке после весеннего паводка. Их можно пойти и насобирать в больших количествах – ведро, два и даже десять, сколько угодно. Ракушки нужно измельчить. Для этого их нужно засыпать в обычный пакет и потолочь молотком. И использовать битые ракушки нужно так же, как и яичную скорлупу – обсыпать растения вокруг или по периметру грядки. Слизни будут колоть свои брюшки и уползать с грядок не повреждая ваше растение. Третий способ – это ловушки из досок. Наверняка у вас на участках есть много ненужных и старых досок. Просто разложите их на грядках. Слизни действуют в основном ночью и повреждают наше растение, а днем они стараются прятаться от яркого жгучего солнца под какими-либо укрытиями. Если на грядках будут лежать старые доски, они обязательно спрячутся под ними. Днем можно доски приподнять и собрать без проблем вредителей. Все перечисленные способы являются экологичными и не требуют применения какой-либо химии. Не нужно тратить денежные средства на различные препараты. Спасибо за внимание и до новых встреч!